Летом, если вы его проводите в городе, мы разделяем вашу боль, на коже ярче проявляются веснушки и в принципе пигментация. Сегодня к ним относятся с особой симпатией, не в последнюю очередь благодаря моде и глянцу. Главный специалист лаборатории красоты Ольга Цуркан расскажет всем неравнодушным к этой особенности, откуда она берется и как правильно ухаживать за кожей, усыпанной веснушками. Сегодня у нас очень интересная тема относительно пигментации. И пигментация лета и пигментация это практически одно понятие, или скажем так обратная сторона прекрасного времени года. Когда наслаждаемся солнышком, смотрим сквозь очки на море, на солнце, пальмы, коктейли и так далее, и вдруг вечером смотрим в зеркало, что там появились пятнышки. И вот чтобы этого не было, чтобы это было действительно приятный отдых и приятное время года, нужно не забыть о том, что каждое утро начинается с очищения и нанесения солнцезащитного крема. И причем это вне зависимости от того, реально вы находитесь на солнце, на море, просто на бассейне, или вы идете на работу в офис, все равно нанести солнцезащитный крем обязательно нужно. Само собой, что если вы находитесь в городе, и вы будете очень короткое время на солнышке, то достаточно, чтобы это был солнцезащитный фактор 20-30. Но в любом случае, если у вас тенденция к все-таки пигментации, то лучше нанести СП-фактор минимум 50. Говорить о том, что с первым пятнышком, которое уже появилось при первых солнечных лучах, почему я говорю об этом, потому что, к сожалению, пигментация появляется не только летом, а практически с первыми весенними лучами, но летом она все-таки активируется, она становится более темной. И даже если вы заметили, что пятнышки потемнели, не опускайте руки и не запускайте процесс на полную мощность, наносите солнцезащитный фактор. Хочу сказать и подчеркнуть, что обычно мне в ответ говорят, да я пользовалась, да я почти всегда наносила, и все равно она говорит, нет, нет и еще раз нет. Если ежедневно наносить хорошее солнцезащитное средство, на сегодняшний день можно, ну, как минимум, сделать так, чтобы она не усилилась. Да, работа с пигментацией – это достаточно сложный процесс. Это много факторов, которые помимо солнца, понятное дело, что иногда это между подружками даже какой-то момент зависти. Да вот, смотрите, моя Маша не наносит крем, она загорелая, у нее ровный, красивый загар, а вот я чуть что, у меня сразу все. То есть все зависит еще плюс от ваших гормонов. Кортизол – это фактор, который тоже влияет на наличие и отсутствие пигментации. Это половые гормоны, которые тоже меняются и могут стимулировать образование пигмента. То есть об этом нужно помнить, и в любом случае фактор именно защиты от солнца очень-очень важен. Что делать, если это уже появилось? К сожалению, да, нельзя сказать, что есть какая-то одна процедура, которую вы пришли, сделали и навек забыли о пигментации. Такого нет. Даже если вам кто-то обещает, что такое возможно, реально этого нет. Да, существует много методов. Существует фото вспышка, существует лазерное воздействие различными типами лазеров, которые могут убрать уже возникшую пигментацию, то есть накопление пигмента в поверхностном слой. Но предотвратить образование меланина в меланоцитах в том огромном количестве мы не можем. Поэтому это достаточно длительный процесс, который будет обязательно связан с тем, что мы наносим крема, которые, ну, в общем-то, не косметические, а медицинские крема, которые будут способствовать тому, чтобы заблокировать тирозиназу, фермент, который отвечает за выброс этого пигмента. Нужно настроиться на то, что это не прямо глобальная проблема, но это проблема, которая требует терпения и целеустремленности. Мы будем помогать вам в этом. Итак, наша сегодняшняя героиня, я хочу вернуться к ней. У нее на самом деле не пигментация как таковая мелазма, когда это действительно черные, темные, коричневые пятна, неправильные формы, но уже тенденция к этому есть. То есть там несколько точек, несколько островков, которые говорят в пользу того, что если она не начнет пользоваться хорошими солнцезащитными средствами, эффект этих коричневых пятен возможен очень-очень скоро. Что можно предложить ей? Это то, что мы ей сегодня сделали. Это воздействие светом, то есть в первую очередь считается, что в геннезе образования пигмента играет большую роль и сосудистый компонент. И вот для того, чтобы немножечко сузить, немножко спазмировать эти сосудики, которые усугубляют пигмент, мы провели процедуру фотолифтинга. Фото-пигмент, фотолифтинг – это огромное количество разных процедур под разными названиями, но суть – это одна. Это прогревается коллаген, прогреваются структуры, которые отвечают за усиление пигмента и за усиление или расширение сосудов. Эти два компонента взаимосвязаны, и убрав один, мы улучшаем состояние в другом. Эту процедуру, на самом деле, конечно, нужно повторять. В данном случае я сделала процедуру достаточно средней мощности. Если бы я была уверена, что наша героиня будет непременно пользоваться солнцезащитными средствами, очень-очень активно, помимо этого гидрохиноном и третинаином, я бы, конечно, сделала эту процедуру более активной, более на высоких мощностях. В данном случае я была очень консервативна, и мы договорились, что эту процедуру желательно повторить осенью. Хочу подчеркнуть, что все процедуры, связанные с тепловым воздействием на кожу, возможно делать и летом. Нет необходимости ждать осени и рассчитывать, что вот осенью я этим займусь. Конечно, это не нужно делать перед морем, непосредственно перед отпуском, но в рамках такой городской жизни это однозначно можно делать, потому что во всех других странах, в которых круглый год лета или как минимум весна, эти процедуры делают, и там доктора говорят очень просто. Просто две недели после процедуры вам нежелательно ходить на пляж, на океан, куда угодно, на яхты, и пользоваться солнцезащитными средствами. Я перестраховываюсь, говорю, минимум 4-6 недель. Нежелательно вот такой явный загар, практически 24 часа. В нормальном городском режиме все можно делать и летом. И летом более ответственно женщина относится к тому, что нужно носить солнцезащитный крем. Если вы это сделали процедуру осенью, то хочется выглянуть в окошко и сказать, ну, наверное, тучки, наверное, нет проблем, я сегодня крем не нанесу, хватит просто пудры. И вот в этом большая ошибка. Солнце воздействует всегда, поэтому нужно быть очень осторожным.